История скорее надзиратель, чем учитель, подчеркнул Владимир Мединский, имея в виду, что незнание ее может обернуться печально. Нельзя забывать о подвигах советских солдат в Великую Отечественную войну. Помнить о них нужно, ведь такие люди становятся примером для подражания, маяком для общества, если страна хочет достичь величия и благополучия как в материальном, так и духовном плане. Русские герои были и на других войнах. Это была настоящая предмировая война, которая велась на четырех фронтах боевых действий только в Российской империи, в которой были увлечены крупнейшие селеры державы того времени и которая, по сути, стала предтечей Первой мировой. Для нашей истории 2017-й особенный. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня событий Великой Российской революции 1917 года. Гражданская война, которая разделила страну на два враждебных лагеря – белых и красных. Исторический урок этих событий прост. Каким бы образом ни ссорились братья, в итоге они останутся вместе, уверены в Министерстве культуры. В знак преданности и сплоченности в Крыму на съезде с Керченского моста установят памятник примирения. Появиться он должен уже в этом году. Победители – молодые авторы, которые под руководством заслуженного художника Российской Федерации, представителя Союза художников Андрея Николаевича Ковальчука, в самое ближайшее время представим внешний вид этого памятника, доработанный. Это то, что касается в части мемориализации. Кроме того, в ходе пресс-конференции обсудили и вопрос сохранности уже установленных памятников. Минкульт призывает россиян помогать в этом деле. Если вы обнаружили, что один из монументов вашего города загрязнен или разрушается, сообщите об этом волонтерам с помощью сайта местопамяти.рф. Никита Егоров, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.